Следуя по маршруту, им необходимо справиться с различными заданиями. Строевые приемы, полоса препятствий, эвакуация раненого, боевая атака, минное поле. Всего 16 рубежей. И все это игра «Зорница». Но явно забавой ее не назовешь. Навыками нужно обладать весьма боевыми. Сегодня ребятам предстоит пройти немало испытаний, продемонстрировать выдержку и выносливость. И, конечно, командный дух. Потому что «Зорница» по-настоящему командная игра. Ежегодно «Зорница» проходит при поддержке администрации нашего городского округа. На этот раз 22 отряда юнормейцев, школьники 8-10 классов принимают участие в игре, известной на протяжении десятилетий. Вне конкурсной программы здесь участвуют и отряды «Орлят». Всего их шесть. Площадкой же проведения стал городской парк культуры и отдыха, где «Зорница» проходит второй год. Вновь центру «Лесная сказка» удалось создать по-настоящему боевую атмосферу. И в этом учреждении поддержали 8-я авиадивизия особого назначения и 38-я гвардейская бригада связи ВДВ. Спортивный клуб «13-я сборная бригада» технически оснастив площадки конкурса. Ребята очень хорошо нам помогают и работаем мы с ними уже не первый год. И я так думаю, что у нас взаимовыгодное сотрудничество. Мы им помогаем, они нам помогают. Некоторые ребята впервые участвуют в игре, но есть и те, кто приезжает на «Зорницу» ежегодно. В прошлом году победу в состязаниях одержали юнормейцы из Сирковской школы. И сегодня ребята готовы сражаться. Для каждого из них «Зорница» возможность продемонстрировать свои знания, как в теоретических знаниях, так и в практических. Подготовка к труду, познать что-то новое, стрелять научиться хорошо. Подготовиться к армии. Анна Бальет, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».